Издательство Эксмо. «Синяя птица счастья. Как выбраться из лап рутины и усталости, и жить припеваюче». Ирина Сёмина, Кристина Эйхман. Текст читает Екатерина Пермякова. Знакомство с целебными сказками. Утром я просыпаюсь и ещё какое-то время лежу, не открывая глаз, потому что стоит их открыть, как тут же на меня навалится рутина. Не успеешь проснуться, а она тут как тут. Тяжёлая такая, серая, душная. Нет, рутина — это не собака, не кошка и даже не медведь. Рутина — это медленная смерть, потому что скучная она до невыносимости, до оскомины, до зелёной тоски. «Доброе утро!» — бубнит рутина. «Утро добрым не бывает», — обречённо говорю я. «Нечего залёживаться, вставай давай и впрягайся». Жизнь пошла на новый круг. Если бы на новый, тогда ещё был бы какой-то стимул вставать. Но я-то знаю, что этот новый круг, мой новый день, будет как две капли воды похож на вчерашний, а вчерашний был похож на позавчерашний. И так всегда, с небольшими вариациями. Поэтому мотивации к вставанию нет. Да и рутина меня крепко прижала. Выбираться из-под неё — дело трудное. «Мой выход», — объявляет тоска. Ну давай, как всегда, с лёгким отвращением морщимся, протираем глаза. Теперь откидываем край одеяла, опускаем ноги, нащупываем тапочки и с тоской вспоминаем список дел на сегодня. Бррррр, этот список век бы его не видать. Но надо, надо. И я следую указаниям тоски. Морщусь, протираю глаза, откидываю, опускаю, нащупываю. Ну что, пошли влачить жалкое существование, предлагает рутина. А куда же я денусь? Недовольно бурчу я. Иду уже. Я плетусь в ванную. Жалкое существование влачится за мной, как старая застиранная простыня, вся в заплатках и прорехах. Я бы предпочла, чтобы сзади был газовый шлейф и чтобы его несли, например, пажи. Но где уж с нашим счастьем? Жалкое существование — сомнительное украшение, но именно оно хвостом следует за мной повсюду. Может, ему хоть бантик на шею привязать? Я вяло размышляю об этом, выполняя привычные действия — туалет, душ, потом одеться и топать на кухню. Мне не приходится продумывать порядок действий. Они давно заучены и оточены до автоматизма, благодаря рутине. Из тяжких раздумий меня вырывает телефонный звонок. Алло, Евелина, как настроение? Это Татьяна, моя подруга. Странно, что у меня такой квелый и вялый еще и подруги имеются. Я глядываюсь по сторонам в поисках настроения, нахожу его забившимся в дальний угол и честно отвечаю. Да, как всегда, ниже плинтуса. Что-то случилось? Спрашивает Татьяна. Да в том-то и дело, что ничего. То есть, как обычно. Едва встала, а сил уже нет. Ползаю, как травленный таракан. Слушай, таракан, тебе надо срочно внедрить в свою жизнь что-то новое. И что, например? Апатично спрашиваю я, помешивая кашу. А ты знаешь, что сейчас все повально увлекаются сказкотерапией? А что это за зверь? Вяло интересуюсь я. Да уж посимпатичнее твоей рутины будет. Это, если коротко говорить, лечение сказками. Бред какой-то. Как сказками можно лечить? Я не верю. Да ты не верь. Ты просто почитай одну сказочку. Я тебе ее сейчас на почту пришлю. Ты почитай. Слушай, Тань, и так времени ни на что нет. Что тебе трудно? Возмутилась Татьяна. Ради меня. Ну, если ради тебя. Сдалась я. Не стоит отказывать друзьям, иначе их растерять недолго. А тебе не кажется, что я уже слишком взрослая, чтобы читать сказки? Это не детская сказка. Можно сказать, притча. В общем, мне она показалась очень интересной. Ладно, высылай. Соберусь силами, почитаю. Все близкие знают мою проблему и стараются помочь кто как может. В чем дело, спросите вы? А в том, что у меня энергии всегда хватает буквально только на то, чтобы выползти из кровати. И все. Потом делаю все на автомате. Пересиливаю себя. Надо ведь жить. А еще есть муж и дети, которым я должна и просто обязана уделять внимание. Всегда завидовала людям веселым и радостным. Порхает себе по жизни, и все у них ладится. А мне порой жить просто не хочется. Вот что я вам скажу. Надоело все. Мечтала когда-то и о большой любви, о семье, о путешествиях. А потом обыкновенный муж, обыкновенные дети, обыкновенная работа, обыкновенная квартира. Словом, рутина. На выходных к родителям в гости. Иногда с друзьями или семьей куда-нибудь выбираемся. И все это через «не могу», потому что энергии нет. Мама этого не понимает, она говорит. Отдохни, выспись, и все пройдет. А оно не проходит. Только жизнь моя потихоньку проходит, и ничего нового в ней не случается. Ни плохого, ни хорошего. Все как всегда. Пикнул компьютер. Ага, сказочка пришла. Каша как раз доварилась. Пойду почитаю. Может, хоть это настроение поднимет. Сказка первая. Храм спокойствия. Лиана вздрогнула. Автобус резко остановился на светофоре, и девушка в ужасе осознала, что задремала, и проехала свою остановку. Выскочив на улицу, она попыталась понять, где она и как теперь надо возвращаться. Но, вдохнув прохладный воздух, закашлялась и даже несколько раз чихнула. Это и было причиной всего. Из-за простуды сон был прерывистым. То кашель душил, то нос не дышал, а потом еще и температура поднялась. На другой стороне дороги Лиане почудился красный крест. Может, там аптека? Мелькнула мысль. Куплю хоть аспирина. Но нет, это не красный крест. Это полоски красной ткани болтаются на ветру. Оригинальные украшения, ничего не скажешь. «Традиционная китайская медицина», — гласила невзрачная вывеска. Что-то притянуло Лиану, и она толкнула стеклянную дверь. Нежный перезвон. Ага, музыка ветров над входом. Необычненько, симпатичненько. Посмотрим, что там внутри. Обстановка простая, без изысков и без шика. Какие-то медные чаши, каменные столбики, драпировки на стенах и свитки с иероглифами. Курица благовония, звучит еле слышная музыка. На аптеку совсем не похоже, скорее на храм. Странно, что пусто, ни посетителей, ни хозяев. И тут из драпировок вынырнул человек очень необычной внешности. Лысый, крепко сложенный, завёрнутый в какие-то странные одеяния тёмно-красного цвета. «Монах, что ли, тибетский?» — успела подумать Лиана. «Доброго времени суток», — мягко сказал человек. Голос оказался очень глубоким и успокаивающим. С первых слов завораживал. «Здрасте», — пробормотала растерянная Лиана. «Простите, я думала, что тут аптека. Ошиблась». «Нет, не ошиблись. Вы пришли ровно туда, куда надо. Я смогу вам помочь. Присаживайтесь, пожалуйста». «Монах», — так его Лиана мысленно окрестила, позвонил в колокольчик. Появился ещё один, помоложе, в такой же необычной одежде. Они обменялись парой слов, и второй принёс что-то на подносе. Это что-то оказалось очень душистым чаем. Лиана взяла протянутую ей пиалу и понюхала. Аромат был потрясающий. «Травяной антипростудный сбор. Липовый цвет, аромашка, чабрец и сушёная малина. И ещё немного горного мёда. Пейте, вам поможет». Лиана улыбнулась. Чай оказался вкусным. Чувствовались мёд и разнотравья. И по телу потекло приятное тепло. И тут пискнул мобильный. С работы звонят. «Скажите, что болеете, и сегодня не придёте». Девушка хотела было удивиться. Да некогда было. Пришлось оправдываться перед завотделом. Та была форменной мымрой и промурыжила Лиану долго, вогнав чувство вины. «Нет, в самом деле, будто без неё в отделе вся работа встанет». Наши слёзы выступили. «Итак, вы переутомлены, простужены, и вам не нравится ваша работа». Субтитры создавал DimaTorzok